всем привет друзья вы на канале xiaomi store и сегодня меня на обзоре новый светильник от philips и xiaomi они объединились и сделали вот такую интересную лампу упакована на такую большую коробку которая мне даже не вместилась на стол не влезла в кадр если я бы снимал у нас на столе поэтому снимаем ее здесь коробки изображено то как выглядит сама лампа сверху сразу основная техническая информация потребляемая мощность 33 ватта и яркость света 3000 люменов на оборотной стороне также есть некоторая техническая характеристика также эту потребляемую мощность яркость свечения в принципе давайте уже откроем коробку посмотрим на саму лампу так ну вот сама лампа она упакована надежно чтобы никакой не приводить при переноске и транспортировке здесь есть такие мягкие проставки чтобы опять же ничего не повредилось в комплекте есть только инструкция 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 с иллюстрациями опять же как открывать закрывать лампу как проводить монтаж и некоторая техническая характеристика ну и как всегда qr-код для скачивания приложения mi home она управляется с помощью mi home входит линейку умного дома xiaomi и все как всегда на китайском языке на коробку можно убрать больше не нужно а также в комплекте вот ухты и клей на скотчем опять же парочка дюпелей и парочка винтиков чтобы все установить без поиска дополнительных от этих мелочей для крепежа ну вот он сам светильник вот такой вот интересный круг такая вот некая летающая тарелка посередине надпись philips почему-то xiaomi не стал сюда помещать свой логотип не знаю кто кому не дал сюда что поместить это пластик это пола фона из такого матового пластика непрозрачного тут тоже есть какой-то диод на оборотной части много всяких винтиков которые с обратной стороны держат диоды соответственно вот три отверстия для монтажа лампы на потолок на самой лампе уже в принципе разглядывать больше нечего давайте ее откроем и посмотрим как производится подключение проводов и что там вообще внутри так как тут в отличие вот лампы чисто сиомевской есть все-таки доступ к внутренним этим лампочкам так как на лампе сиоми просто был снаружи блок куда можно было подвести провода и ничего можно было вообще не открывать так открывается она таким образом то что нужно тут железную часть открутить от пола фона крутим ее попротив часовой стрелки в принципе это можно сделать одному двое наверное удобно чтобы кто-то подержал а второе вытащил ну в принципе я без проблем справился сам так пола фон вот он даже сказал белый очень легкий такой тоненький полупрозрачный пластик который должен очень красиво рассеивать свет пока что отложим его и вот что мы видим и на самом деле не привык к такому то что тут все так наружу все изнанка да согласитесь то что какие-то гаджеты от сяоми и лампы они все там минимум какого-то такого доступа к технической части к проводам то есть если это лампа то все вот эти подключения они выведены на наружную часть чтобы вам вас вообще-то не морочила что-то внутри какие-то в лампочке какие там провода винтики и микросхемы но здесь же мы получили полностью доступ и видим так сказать оголенную лампу как она работает изнутри здесь мы видим четыре блока диодов по 15 штук и посередине блок управления насколько я знаю там еще тоже есть парочка диодов для режима ночника который просто подсвечивает центральную часть потом все посмотрим включим вот по углам этот эти защелки которые закрывают плафон на ней в принципе тут больше ничего нет какая-то опять техническая информация с тем же самым что написано на коробке вот отверстие для подвода провода сюда она такая резиновая прорезиненная то есть большое отверстие вставлена вот такой так сказать какой-то прокладочка фиксатор да не сложно вставить будет провода там разные толщины и все отлично зафиксируется аккуратненько и будет изолирована вот наружу ничего туда не будет лететь еще кстати в инструкции упоминается пультик для управления лампы его в комплекте не идет он поставляется отдельно нужно заказывать этот пультик у меня есть вот он упакован в такую коробочку мы к нему чуть позже вернемся когда будем управлять проверять лампу но сейчас сразу покажу что идет в комплекте как он выглядит опять же инструкция на таком коробочке пьедестали круглый симпатичный верхняя часть полностью такая неподвижная но он нажимается то есть ничего тут не крутится плюс-минус теплее холоднее до предполагает температура свечения и центральная кнопка включения лампы выключения снизу тут также есть отверстие так как пультик непростой пульт интересный он еще будет анализировать температуру и влажность помещения в котором будет находиться и отправить вам это на приложение поэтому тоже позже вернемся пульт работать на батарейках перед тем как пользоваться им надо тут было вытащить прозрачный такой пакетик фиксатор этой батарейки батарейка 2450 cr2450 вот давайте пока отложим и наверное подключу нашу лампу воспользуемся как всегда моим примитивным удлинительным переходником с фазой нулем и просто обычной вилкой года как я и говорил сюда очень удобный просто продевает этот провод фиксируется надежно и выглядит вполне эстетично ничего никуда не денется все достаточно удобно давайте подключим провода соответствующие разъемы ну в принципе у меня все готово тут ничего сложного нет предлагаю на самом деле сначала включить ее в сеть без без наружного плафона посмотрим вообще как работать эти диодики изнутри так у лампы есть несколько режимов без пульта они переключаются путем включения выключения выключателя да то есть там по перемены они переключаются сейчас горит режим средний так да тут ничего не горит все эти блоки диодов горят попеременно горят теплым светом и холодным чтобы сбалансировать свечение давайте попробуем еще раз включить и выключить загорелся режим видимо не ночника ночник должен сидеть посередине но этот режим не включается без приложения это просто видимо бледное свечение тоже подходит подходит на самом деле как ночник включаем выключаем еще раз опять же загорелись диоды попеременно теплые холодные сейчас мне кажется больше загорелось теплых самом деле сейчас не очень видно каким полностью горит потому что общей картины нет потому что у нас нету этого плафона который хорошо рассеивает цвет но все равно давайте еще разочек переткнем сейчас сгорел все еще ярче ну в принципе вот только три режима да это более теплое свечение яркое свечение белый свет более холодная и вот такой режим назовем пока что ночным режимом приглушенного света который можно включать с помощью выключателя то есть больше никаких функций нету без приложения вы больше ничего не включите не настроить и сейчас я думаю еще стоит закрепить плафон на лампу и посмотреть как светится вот эти три режима с плафоном ничего сложного я полностью справляюсь один лампа легкая все монтаж все это очень просто так вот этот режим до такого теплого легкого свечения в принципе сойдет значник я думаю вполне цвет отлично рассеивается заметьте да то что к примеру лампа сяоми другая который по бокам такие железные грани она не так рассеивает этот свет а тут он очень отлично рассеивается за счет этого плафона то есть цвет уходит также по сторонам вот из этих вот граней так вот он второй свет это более теплое свечение и третий режим должен быть очень белым и ярком нет я его пропустил еще раз и еще раз и вот да очень белое такое яркое свечение прям ослепляющая по идее это должно быть максимальная яркость ну давайте теперь подключимся к лампе с помощью приложения и выбираем уже самостоятельные режимы работы и посмотрим что там есть вообще за настройки я решил все таки вернуться обратно на стол и сейчас мы будем управлять лампой с помощью приложения у меня уже светится уведомление что можно что-то новое подключить и соответственно тут наверняка нашлась наша новая лампочка да вот он наш светильник philips connected ceiling 2а 59 подключаемся он хочет сделать через вай фай также подтверждаем это и ждем сопряжения видите на лампочке на сгорелся диод посередине про которое говорил который работает как режим ночника что-то тут мигает меняется какие-то режимы лампа успешно подключена без каких его проблем за минуту мы справились и давайте перейдем на ее вкладку она уже отобразилась во вкладке всех моих устройств ее можно уже включать выключать отсюда дистанционно и заходим на меню самой лампы он что-то начал еще докачивать видимо там какой-то плагин для нее подождем и вот он пустил нас плагин к управлению этой лампой сразу же нам выскакивает инструкция хотя бы все на английском языке а это переведено это этому недостаточно и тут инструкция показано что тап на эфициент это включить выключить лампу свайп вверх вниз мы меняем яркость и свайпаем влево вправо для выбора цветовой температуры ну все так происходит как было написано в инструкции очень удобно симпатично выглядит тут такой фиолетовый фон и отображено визуально тоже тут какой какая яркость свечению лампы и также до работает температура вот она максимальная яркость самой теплой лампы и самой холодной лампы это прям такое белое белое свечение довольно таки красивая то есть вот у нас основной пункт меню через которое все можно в принципе настроить просто как лампочка горит так пройдемся по пунктам меню что там есть а вот первая вкладка называется дайминг и в принципе на ней вот мы сейчас находимся вторая вкладка это сцены то есть заданные пресеты приложением то есть какие тут есть четыре основных добавлять новые нельзя то есть это яркое свечение то есть это просто комфортно яркое свечение то есть без само предустановленные температурой световой и яркостью свечения режим для просмотра телевизора а то есть это такой приглушенный теплый свет не ночник ну видимо просто чтобы было комфортно для глаз теплое свечение то есть это просто вот такое бледное свечение. На самом деле не думаю, что такое что-то будет сильно освещать. Опять же, можно это использовать для ночника. И вот все-таки режим ночник, который называется. Все выключается и горит слегка центральная зона. Сейчас как бы видно то, что там светится диод как в середине, но у меня тут просто стоит яркий диодный прожектор. Но в полной темноте это будет достаточно симпатичное, такое равномерное желтое свечение посередине, которое никак не будет напрягать глаз и не разбудит вас во сне. Третья вкладочка в приложении это автоматическое выключение, как я понял. То есть мы ставим, так сказать, может быть перед сном, чтобы вам не заморачиваться, не просыпаться, не выключать. То есть по истечению времени лампа должна погаснуть. Сейчас у нас стоит режим ночника, но все равно в принципе тоже удобно. В принципе тоже довольно-таки нужная штука, просто выведена, без всяких заморочек просто можно поставить таймер, чтобы лампочка выключилась в определенное вам время, через определенное нужное вам время. Вот время истекло, лампочка погасла. Соответственно в любом так же режиме ставим таймер и оно просто выключится. Так, еще одна вкладка нижняя в приложении. Он нас просит подключить пульт, к которому мы, собственно, сейчас вернемся. Тут нет никакого подпункта, как его подключить, поэтому мы идем в настройки этого приложения. Здесь в первом пункте настроек можно выбрать кнопочку Remote Controller. Соответственно, это наша история, это про пульт. Написано, что он у нас не подключен, соответственно, нам нужно к нему подключиться. Появилась инструкция, что нам нужно сделать. Нужно зажать кнопку с синенькой точкой и минус одновременно. на 3 секунды, пока не загорится, лампочка не замигает на пульте. Давайте попробуем это сделать. Вот что-то начало моргать. В принципе, 3 секунды прошло, я думаю, можно отпустить. Должно все дальше пройти автоматические сопряжения. Ну да, как в инструкции было сказано, когда центральная лампочка перестанет мигать, значит сопряжение прошло успешно. И на приложении мне тоже написали, что все прошло успешно. Здесь можно отключить кнопку и этот контроллер, если он вам не нужен. Так, попробуем поуправлять лампой с помощью пульта, потом вернемся еще к настройкам приложения. По нажатию центральной кнопки лампочка включается и выключается. Включаю и выключаю ее. И по идее режимы не меняются, то есть как на включателе. Но в принципе это не так принципиально включать и выключать ее, когда все эти режимы вы можете вручную предустановить. То есть поменять температуру свечения с теплого до холодного, с холодного до теплого и, соответственно, яркость. Ну, держим и яркость будет меняться. Если, кстати, кнопку держать, то... Нет, он просто, да, плавно меняет ее и переключаются диоды из холодных, и включаются только теплые. Ну, в принципе, вот все то, что пультом можно управлять, это удобно, он лежит у вас. Вы сделаете то, как себе комфортно, тепло, холодно и так далее. Правда, не вижу как включить, не включается у меня режим ночника. Вот этой центральной зоны, может быть, оно это и не надо. Так, вернемся к настройкам приложения. Сделаем свет менее яркий. И теперь у нас стала активна вот эта вкладочка. Наверное, она была активна, но теперь на ней мы можем получать информацию. И что здесь есть? Здесь показаны два графика. Ну, они должны быть графиками, потому что тут есть по дням, месяцам, неделям. Называется, собственно, температура и влажность. Здесь должны быть показатели в процентах, сколько градусов в комнате, где находится пульт, и какая влажность. Не знаю, на самом деле, для чего это надо. Взаимодействовать с этим никак нельзя, там, делать какие-то сцены за счет этого. Ну, просто получить информацию, типа, как такой, не знаю, дополнительный бонус того, что они еще внедрили пульт. Чем-то оправдали то, что его нужно еще дополнительно докупать, то, что это не просто щелкалка кнопок. Я думаю, должна статистика появиться тут, ну, через несколько, может быть, часов или дней, когда уже может полностью составиться график. Сейчас он мне почему-то не хочет выдавать температуру вот сейчас в прямом эфире, хотя, по идее, должен. Так, перейдем в настройки, посмотрим, что там можно делать еще. В основных настройках есть парочка пунктов в меню. Первая из них – это умное выключение ночи, то есть тут стоит пулзнак, что это включено, и написано то, что выключение или включение разных сцен, то есть теплого и холодного свечения в определенное время, то есть с 11 часов до 6 утра лампочка включится в ночном режиме, в режиме вот этого ночника, то есть если она у вас просто была всегда включена, то с включенным этим пунктом у вас всегда будет включаться ночник в это время, с 11 часов вечера до 6 утра. Также тут второй ползунок на автопереключение температуры и времени, то есть там, по идее, предустановлена какая-то идеально высчитанная яркость и цветовая температура, которая, ну, соответственно, со временем дня суток, то есть будет не напрягать ваши глаза, когда она будет включаться. Следующий пункт называется автоматическое включение-выключение. Здесь идет связка с браслетом Mi Band, то есть он, чтобы включалось автоматическое питание лампы, когда вы ложитесь спать, когда просыпаетесь, включается, ну и так далее. То есть тут тоже можно поиграть и там включить всякие будильники, что-то автоматические режимы, что, в принципе, я считаю уже такой довольно-таки сильной изморочкой, когда это просто лампа, и можно управлять комфортным свечением с помощью пульта или приложения. Это уже дополнительные всякие такие фишки с умным домом, опять же, симбиозов всяких к устройствам уже дополнительным. Еще одна настройка, она включает-выключает режим то, что я вам показывал, включала, соответственно, лампу, выключала сети и менялись режимы. Вот из-за того, что стоит этот ползунок в включенном, так можно было делать. Если мы его выключим, то по включению-выключению лампы из сети или выключателем режим будет всегда один, и вы управлять его сможете только пультом или из приложения, и не будет так вот меняться режим. И в поднастройке этой настройки есть те режимы, которые будут включаться, то есть их можно добавить только три. Вот почему не было режима ночника, когда мы включали с вами и выключали лампу, соответственно, можно добавить. Четвертый нельзя, вернее, добавить, можно что-то убрать, и вот вместо вот этого режима телевизора, который, оказывается, был телевизором, который вначале нажал ночником, можно поставить вот этот полноценный ночник, когда светится бледно-бледно серединка. Ну, оставим так, как есть. Также еще один пункт меню, это вот это автоматическое, это для симбиоза с какими-то олибоустройствами, то есть, опять же, сценарий для симбиоза умного дома, то есть, мы тут добавляем какие-то устройства, да, то, что там по фиксированию движения камер включается свет, по там повороту там куба и так далее, чтобы там приходило не опять же уведомление, ну, то есть, куча-куча вот этих всех возможностей, дополнительно которых можно очень сильно индивидуально настроить под себя и там сделать целую такую большую связку того-то, что вам очень удобно и нужно. В принципе, в этом имеет смысл разбираться, когда у вас уже все, много всего дома стоит, чего-то из умного дома, и между этим можно проводить вот такие вот связки. Ну и также есть основной настройкой, которая уже также является технической настройкой устройства, переименовать его, сделать его, добавить в какую-то группу, то, что где он у вас на кухне, в офисе, в спальне и так далее, ну и также удалить устройство и всякая уже информация, фидбэк и так далее, то, что есть в каждом устройстве. Это пункт меню, в принципе, это практически основные настройки приложения. Вот на этой вкладке с графиками ничего не получилось, но заметьте, что когда мы возвращаемся обратно в главное меню приложения Mi Home, она вот тут, где отображается подключенная лампа, можно видеть показатели температуры и влажности в текущей комнате. То есть, в принципе, все работает. И те графики, видимо, нужно, чтобы хотя бы денек что-то заизмерял, и было, что показывать на графике, да, потому что по часам там не меряется. То есть нужно... То есть это для уже отслеживания вот этих показателей именно в течение дня, недели и месяца. А так вот то, что я рассказал, не видно мне, так сказать, информации live. Сейчас она стала видна, влажность и температура. Ну что ж, собственно, больше тут ничего сверхъестественного нету. Такое удобное приложение. Единственное, да, то, что интересно и немножечко выбивается из рамок того, то, что Xiaomi делают, это то, что все их световые приборы управляются через плагин Yellight. А здесь они, видите ли, совместно с Philips'ом сделали вот такой дополнительный плагин. Ну, в принципе, тоже неплохо. Он работает в точности так же, как все остальные лампы. И есть такие же все функции, но визуально выглядит немножко по-другому. Ну, в принципе, тоже очень симпатично и довольно просто и удобно. Все очень просто управляется. Есть все настройки, которые нужны. То есть это полноценное устройство линейки «Умного дома», которое можно также сопрягать со всеми вашими другими гаджетами от Xiaomi. Лампа удобна по управлению на всех фронтах, да, то есть и без приложения есть три вот эти основные режима, режимы, которые, в принципе, нужны по включению-включению-выключению-выключателя. Также очень удобно пользоваться приложением, где можно все, как угодно вам настроить нужно. И также есть просто пультик, если вы не хотите пользоваться приложением, и можно управлять, соответственно, им. Включать и выключать лампу. Что-то, на самом деле, я считаю, вполне достаточно. Один раз настроить через приложение, что там, а все остальное можно делать пультом. То есть, ну, если вы, конечно, не пользуетесь активно всеми вот этими связками, симбиозом со сценами, со всякими разными другими устройствами от «Умного дома». Ну что ж, на этом, я думаю, наш обзор можно закончить. Мы разобрались с лампой, посмотрели мы ее изнутри, разобрались с ее устройством и попробовали все функции в приложении и пульте. Мне лампа довольно-таки понравилась, начиная с того, что тут очень классный дизайн, да, как и пульта, как и лампы. Смотрите, они практически одинаковые, то есть, ну, повторяя, так сказать, очертания и вот эти все формы. Понятно сразу, что это все из одной истории у нас, и все очень классно и ярко, хорошо светит, и без претензий работает через приложение. На этом все. Свои вопросы можете оставлять в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.